привет ребят давно не виделись пора поговорить про сезон исчезновения у нас пошло две недели сегодня у нас будет ресет и в целом основные фичи сезона мы уже попробовали все увидели заценили почти все новые пушки у нас осталось там буквально пара пушек так что в целом можно поговорить как сезон стоит ли в него играть ответ скорее да чем нет заглядывая вперед и вообще в целом что я думаю я тут написал себе небольшой список о чем я хочу поговорить давайте по нему пройдемся итак начнем снова с нарратива и сюжета и я в очередной раз скажу что я не буду про это говорить потому что я не способен объективно оценивать нарратив в игре потому что мне он всегда нравится но я думаю что большинство игроков не то что будет восторге но им понравится то что происходит сюжете игры как это подается и если мы сравниваем сезон исчезновения сплассер и избранный кто качество подачи нарратива и сам нарратив хуже точно не стали стали ли лучше ну решать каждому лично да я считаю что все на том и том же уровне и банджо молодцы сезонные активности в этом сезоне у нас появилась новая активность на шесть человек с матчмейкингом астральная синхронизация и у нас появилась миссия на трех человек но ее можно спокойно закрывать соло расколотое изменение если не ошибаюсь называется в русской версии что про них можно сказать но расколотое изменение которое для соло либо для троих она в целом она в целом заебись достаточно обширные локации банджи очень хорошо зареюзали существующие в игре ассеты у нас как вы знаете расколот измерения проходит на емзе на спутанных берегах и если мне не изменяет память будь еще на луне можно заметить знакомые места но поскольку это выше измерений там все немножко изменилось то нет ощущения что это прям чистый рьюз в этом в этой активности у нас есть всякие секреты там воители появились в общем мне в целом понравилось она проходится не быстро сори проходится не быстро но в этом и суть что вы постепенно изучаете локацию там находите всякие тайны скрытые проходы мне в целом понравилось такого у нас давно не было что касается астральной синхронизации то я про это поговорю попозже потому что для меня активность немножко душноватая и так дальше у меня идет пункт про пушки но я наверное его оставлю на конец броня в плане стилистики мне броня нравится типа прикольно там сезонники хорошая броня с активности хорошая броня ну типа мне нравится заебись вот это тоже броня шикарная на удивление и не забываем про то что у нас в этом сезоне скорее всего будет сразу два ивента это фестиваль усопших и рассвет новый год там у нас тоже будет броня мне в целом нравится многим не понравилась броня с того сезона и сезона избранной что она слишком выделялась на фоне всей игры в этом сезоне у нас все-таки ближе к тематике destiny поэтому но в этом сезоне многим броня понравится артефакт и моды в этом сезоне банджи решили нас немного подъебать с модами на анти барьеров у нас в этом сезоне только автоматы да у нас еще есть ириана но это конечно маловато у нас много анстопов и в этом сезоне у нас заиграли фьюженки из-за того что у них у появился анстоп мод неудержимый до против воителей и появился сезонный мод на 7 который требует 7 очков шмотки и находится последние колонки я не помню как он называется на русском в общем particle deconstruction мод шикарный наверное самый не то чтобы самый лучший мод но однозначно один из самых лучших модов на дебаф мобов который у нас был за все время у нас были oppressive darkness у нас в том сезоне был bridge and clear у нас был мод который дебафал мобов на большом расстоянии когда ты попадал по ним в крит зону но это мало кто использовал на самом деле и в этом сезоне у нас появился мод на фьюженки когда вы наносите урон по цели она ослабевает у нас есть вы можете накопить пять стаков дебафа и на пяти стаках у этого мода дебаф 40 процентов что больше чем у всех дебафов в игре мод шикарный из этого мода у нас на полгода заиграли фьюженки и та же 1000 голосов и легендарные фьюженки особые типа плагвана и нул компожер и у нас заиграл векс который на полгода в пве стал имбой и я этого слова не постесняюсь в правильном билде векс способен вам заменить и хэвик и спешил это круто это очень круто по поводу других модов артефакте из такого примечательного банджи вернули фокусинг лэнс и вот тут недавно я узнал что оказывается фокусинг лэнс и particle deconstruction не стакаются то есть если вы на босса накинули мод на фьюженки мод на фьюженки то фокусинг лэнс работать не будет я не знаю так это или нет но вот где-то про это я слышал имейте ввиду из других модов там есть еще мод солярный на дебаф воителей с помощью обилок солярных я его не использовал поэтому пока судить не могу но учитывая то что все будут бегать с юженками то скорее всего против воителей и брать солярный мод никто не будет короче мода хорошая но есть вопросы конечно к антибарьерному типу оружия против воителей но возможно в этом сезоне нам хватит автоматов и ирианы кто знает сезонная валюта и теневые энграмы на релизе сезона у нас был кап валюты в 1500 траектории параллакса недавно банджи и и увеличили до трех тысяч это большой плюс теневые энграмы в целом не изменились вы фокусируете свои теневые энграмы используя эту самую валюту валюта падает отовсюду за патрульные миссии за убийство мобов за плейлисты короче падает везде и и эта система очень сильно напоминает то что у нас было в сезоне прибытия когда впервые появились теневые энграмы и для фокусировки теневых энграм нам нужно было просто играть в игру да в этом году банджи экспериментировали с теневыми энграмами в сезоне избранной у нас была самая херовая система где для того чтобы фокусировать энграмы нужно было заряжать молот в активности battlegrounds а чтобы вы могли зарядить молот вам нужно было золото кабал которая добывалась из ритуальных плейлистов вроде налетов в сезоне сплайсер для получения валюты нужно было закрывать и зону активность взлом жопы и удаление жопы в этом сезоне нам нужно просто играть в игру поэтому если мы сравниваем эту систему с избранным и сезоном сплайсер то в этом сезоне у нас наверное самое близкое самое приближенное к тому что было в сезоне прибытие то есть система в целом очень хорошая и фокусировка тоже заебись возникает порой проблема что вот у меня накопился кап валюты а зараза теневых энграм у меня нет ну тогда можно пофокусировать бесплатные теневые энграмы да или что-нибудь другое в целом система хорошая и и банджи однозначно лайк очевидно что разрабы ну как как бы это правильно сказать тестируют разные системы смотрят что будет работать лучше всего в этом сезоне пока что на мой взгляд самое приятное для игроков играешь в игру лутаешь энграмы и сезонную валюту и потом спокойно фокусируешь это очень круто а а еще в начале сезона у нас был один баг из-за которого могли бесконечно фокусировать энграмы третьего тира разумеется этим я воспользовался но ничего прям такого крутого я так выбить и не смог ну максимум две пушки да поэтому вот многие говорят что банджи уебки из-за того что пофиксили фокусировку третьего тира мол это фан когда можно бесконечно фокусировать двойные перки и хорошие статы ну типа камон ребят задумано так что у вас есть ограниченное количество фокусировок третьего тира у нас так было в сезоне избранный у нас так было в сезоне сплайсер да я тоже был бы за то чтобы у нас количество фокусировок было не ограничено но что поделать система именно такая по поводу броня кстати по поводу стат я сам броню особо не фокусировал в этом сезоне потому что слышал что падают очень плохие статы поэтому если вы собираетесь тратить свою фокусировку лучше фокусируйте пушки с двойными перками а хорошие статы можно полутать в сезоне сплайсер в удалении жопой либо либо во время фокусировки нграм третьего тира сезона сплайсер лично я так и делаю итак новые пушки наверное самое интригующее да итак пройдемся по всем сезонные пушки в этом сезоне у нас пушки в тематике эвокинов и в этом сезоне мы впервые получили статистные пушки у нас их правда немного в сезонных пушках у нас что появился у нас появился у нас появилась хайпактная солярная фюженка с 1000 скорости заряда у нас появился лук с точной рамой очень хороший лук не стазисный тоже у нас появился хайпактный автомат тоже не стазисный у нас есть у нас появился еще гренек скоростриный тоже не стазисный и вот мы дошли наконец до стазисных пушек у нас появился шотган с точной рамой который стоит дробинками а не слаг да не слаг точная рама в первый слот стазисный И у нас появился скорострельный хэндкэнон, стазистый. О качестве пушек, что можно сказать? Однозначно слабее, чем сезон сплайсер. Прям 100%. Автомат хайпакный, я не думаю, чтобы кто-то использовать, потому что не самая лучшая рама. Скорострельный гренник, пускай у него есть ворпл вэпон и хорошие перки в третьей колонке, не думаю, что кто-то будет использовать гренник вместо других хэвиков. Допустим, ракеты или, ну там, например, тысячи голосов, либо легендарные линейки, либо что еще, симулянт. Кстати, да, по поводу сезонного мода. Забыл сказать, что мод работает и на линейке, которая на фьюженке. Поэтому в этом сезоне у нас наконец-то в ПВЕ заиграли линейки. И заиграли они прям очень сука сильно. Вернемся к пушкам. То есть гренник тоже особо не нужен. Луки всегда были на любителя. Луки — это универсальный тип оружия, и в прямых руках, что в ПВЕ, что в ПВП, они творят грязь. Поэтому если вам луки нравятся, лук хороший. У него перки охуенные. Если вам луки не нравятся, то, наверное, вы пройдете мимо. Фьюженка не очень, потому что... Я про это поговорю позже. После реворка фьюженок хайпактная рама стала, наверное, самой противной в игре. Фьюженка — это самая низкоскорострельная рама. А поскольку фьюженка у нас именно с этой рамой, то она получила очень больно по лицу. Шотган и хэндкэнон. Наверное, самое интересное в этом списке. Шотган неплохой. Это первый актуальный шотган с точной рамой в первый слот, начиная с незапамятных времен. Когда у нас произошел сансеттинг, у нас погибли все шотганы с точной рамой в первый слот, который стреляет именно дробинкой, не слаги. Слаги у нас есть. А шотганы с точной рамой и с дробинкой у нас не было. У него неплохие статы, у него хорошие перки. Вроде квикдро и опплинг-шот. То есть шотти отлично его фармить стоит. Потому что в первый слот, повторюсь, это первый актуальный точный шотган за очень долгое время. Для пвп сойдет. Теперь хендкэнон. У хендкэнона самая непопулярная рама в игре, 180-я. Но он стазисный. И у него есть уникальный стазисный перк, который называется надгробие хэдстоун. Когда вы убиваете своих врагов в голову, то на его месте спавнится кристалл стазиса. Поначалу я думал, что это какой-то мем. И особо полезный этот перк не будет. Но поиграв с этим револьвером, с этим роллом, да, с хэдстоуном, и посмотрев на сезонные моды и билды в целом, я осознал, что хэдстоун это, наверное, один из самых лучших перков в игре прямо сейчас для ПВЕ. И я говорю на полном серьезе. У нас в сезоне появятся новые моды на колодце, и пушки с хэдстоуном заиграют прям новыми красками. Они уже заебись, а с определенными модами будут играть еще лучше. То есть хендкэнон, казалось бы, не самая лучшая рама, да, 180-я, но у него хорошие перки. В третьей колонке для ПВП есть кирингвинт, есть изгой, есть новый перк энкор, который повышает вашу статус в зависимости от того, куда вы убили соперника в голову или в боди. В четвертой колонке есть мультикилклип, есть фугаск, есть хэдстоун. Короче, револьвер топ. Револьвер прям заебись. Но вот из всего этого списка сезонных пушек только револьвер и шотган достойны внимания. Шотган, потому что он в первый слот. Да, у нас тадис первый слот в кинетик теперь. Ну как теперь? Будет, да? У нас появился шотган с точной рамой в первый слот и у нас появился очень хороший статисный хэндкэнон, пускай и 180-й. Вот только две пушки достойны вашего внимания. Потому что, ну, для сравнения с сезоном сплайсер, пульсовка была топовой, автомат был топовый, шотган слаговый был топовый, сайдарм тоже был очень неплохой, пулемет был, ну, пулемет был такой себе. Да, пулемет был такой себе. То есть в сезоне сплайсер больше пушек были, так скажем, более интересными и важными для ладаута, чем сейчас. В том сезоне у нас появился впервые скорострельный автомат в первый слот за долгое время. В том сезоне у нас появилась скорострельная пульсовка, тоже впервые за долгое время во второй слот. Поэтому в том сезоне пушки были более примечательные. И я наверняка еще какую-то пушку забыл. Но не суть. В сезоне избранной у нас появилась хорошая пипега, у нас появился неплохой лук, у нас появилась очень хорошая ракета и тому подобное. То есть в целом по качеству пушек этот сезон уступает прошлому и позапрошлому сезону, но я ни в коем случае не говорю, что эти пушки хреновые. Вообще ни разу. Просто в нынешней мете и в нынешнем состоянии пула пушек мало из новых пушек что-то заменят ваши, да, существующие. И тут именно дело в том, что они самые лучшие архетипы. Если бы у нас, допустим, автомат был бы даже 450-й, это уже было бы лучше. Если бы у нас лук был бы в первый слот, а не во второй, возможно, тоже было бы лучше. Если бы у нас фьюжинка была бы любой рамой, но не агрессивной, она тоже была бы гораздо лучше. Еще бы лучше было бы, если бы она была у нас стазисной. Про это я тоже поговорю чутко позже. Итак, теперь вернемся... Теперь давайте переместимся в данж. Банджи зареюзали наконец-то спустя кучу времени после фидбэка пушки девятки. Теперь они у нас падают в данжи. У нас в данжи падают 600-й автомат в кинетик слот, у нас падает со 40-й хэндкэнон в первый слот, у нас падает соответственно пульсовка скорострельная во второй слот, у нас падает точный сайдарм во второй слот, у нас падает агрессивная снайперка во второй слот, и падает еще одна пушка, про которую я забыл, потому что, скорее всего, формить ее я не буду. А, у нас падает еще агрессивный шотган во второй слот. Из всех пушек наверное самое большое внимание у всех вызывает скорострельная пульсовка во второй слот Darkest Before Темный час. У нее хорошие перки, у нее хорошие статы, и у нее хороший прицел. В том сезоне у нас был гритскипер, который я очень, сука, сильно полюбил в PvP. В этом сезоне у нас появился Darkest Before, и эта пульсовка ничем не хуже гритскипера. В PvE она даже лучше, потому что у нее есть переполнение и полоса удач, что очень, очень, очень круто. Что касается револьвера, я не думаю, что он будет способен заменить тот же Фитбрингер, особенно в Адепте, но револьвер тоже в целом неплохой. Шотган тоже и так, и сяк. Автомат неплохой. Автомат неплохой и в PvP, и в PvE, но это все еще автомат. Что касается этих револьверов в PvE, у него есть хорошие перки, у него есть Диверсант, если не ошибаюсь, мультикилклип, но у нас есть Фитбрингер, поэтому Джаджмент в PvE, скорее всего, нигде не вылезет. Что касается снайперки, она тоже неплохая, но не уверен, что кому-то понадобится, поэтому как-то вот так. Пушки в Данже в професе заебись, но из них только револьвер и особенно пульсовка достойны вашего внимания. Тем более, если у вас нету хорошего Гритскипера или Фитбрингера. Итак, Железное Знамя. В этом сезоне у нас появились две новые пушки в ЖЗ. Это адаптивная пульсовка во второй слот, солярная, и трехберстовый сайдарм в первый слот. Пульсовка неплохая по перкам, но у нее есть проблема с прицелом. Я не буду говорить о чем проблема, потому что если я это скажу, то вы увидите проблему и потом не сможете это разглядеть. Поверьте, это к лучшему. А вот сайдарм охуенный. У нас есть один сайдарм в первый слот, трехберстовый, это сайдарм с Европы, но у него не самые лучшие перки. Что для ПВП, что для ПВЕ. у сайдарма из ЖЗ все с перками охуенно. Для ПВП у него в третьей колонке есть рейнджфайндер, и этого в принципе хватает. Но в четвертой колонке у нас еще добавляется к рейнджфайндеру перки вроде Рубаки, Хедстоуна и Айрон Рича. То есть сайдарм по перкам очень хорош. Для ПВЕ у вас есть Хедстоун, в четвертой колонке есть Рубака в той же колонке. В третьей колонке у вас есть Сабсистанс, Жизнеобеспечение, и у вас же есть перки вроде Рейнджфайндера, Керингвинда и тому подобное. Сайдарм топ. Наверное, это самая сильная пушка в ЖЗ, которая выходила в этом году. Она точно лучше, чем Пульсовка в этом сезоне. Она однозначно лучше, чем Пулемет из того сезона. И, ну, возможно, Рис Волкер тоже был полезен на таком же уровне, что и Сайдарм. Но у нас шотганов хороших достаточно, а вот сильных Сайдармов для ПВП у нас маловато. Особенно для мышки. Поэтому Сайдарм однозначно топ. Пушки ЖЗ, мое уважение, большой лайк. Асирис. Асирис у нас пока что не вышел, но мы знаем из датамайнов, что у нас в Асирисе будет падать линейка стазистая. И у этой линейки у нас будут перки на урон вроде Ворпл Вэпон и Линия Огня Фаренклайн. А в третьей колонке у нас будут падать перки вроде Трипл Тапа и Клаун Катриджа. Это, если мне не изменяет память, первая линейка, у которой есть Трипл Тап, поэтому она уже балдеж. Учитывая то, что у нас линейка будет Адепт, и у нас будет Адепт Биг Ванс, то линейка будет заебись. Потому что вы сможете наносить повышенный урон что по боссам, что по воителям. Это круто. Мировые дропы. В мировых дропах у нас не сказал бы, что есть что-то прям примечательное, но так или иначе Банджи вернули Скэтлок, автомат в первый слот со скоротностью 600, Банджи вернули хайпакную пульсовку Монархии Легал Экшн 2, у которой очень хороший зум, и хорошие перки. В целом, наверное, все. То есть, мировые дропы неплохие, но не сказать, что там что-то прям хочется фармить. Плейлисты. В Гамбите у нас появилась первая за долгое время скорострельная скаутка в первый слот. И у этой скаутки есть все возможные перки. Есть Рапид Хит, есть Изгой, есть Сапсистом, если не ошибаюсь, есть С четвертого раза Получится, есть перков на урон, есть Полоса Удач, есть Мультикил Клип. Короче, скаутка, ребята, заебись, и ее точно стоит фармить. Но, как говорится, удача выбить желаемый ролл в каком-то плейлисте, но скаутка балдеж. В налетах у нас появился Скоростейный Сайдарм второй слот, Сурсовский. Ну, у него хорошие перки, но это Сайдарм. Если вам понравится, то окей, если нет, то вы особо ничего не потеряете. В ПВП у нас появился 600-й арковый авторайфл во второй слот, Сурос, у которого тоже есть хорошие перки. То есть, в целом, плейлисты неплохие. Найтфолы. Вот здесь у нас будет дизлайк. Банджи вернули еще две пушки из первой части. Это ракета Хот-Хэт адаптивная. И также они вернули агрессивный шотган, который называется Комедиан. Комик. Что касается ракеты, она неплохая по перкам, потому что у нее есть клаун-катридж. И в третьей колонке у нее есть перки вроде филд-препа и диверсанта, либо трекинг-модул. То есть, ракета в целом заебись. Но проблема в том, что если у вас есть хорошая ракета с налетов, у которой тоже есть клаун-катридж, и если у вас есть хорошая ракета с ВОГа, то вам ракета с Найтфоллов в целом не нужна. Она хорошая, и у нее будет адепт. Это очень важно. У нее будет адепт. Но если у вас есть хорошая ракета с ВОГа или хорошая ракета с налетов, Royal Entry, то не сказать, что Забияка вам эти ракеты заменит. А возможно, и заменит. Кому как. Что касается комедиана, шотгана, комика, то здесь такая ситуация. у шотгана рама пвпшная, агрессивная, но у него пвешные перки. У этого шотгана ноль пвпшных перков, ноль. Там нет ни слайдшота, ни оппанингшота, ни квикдро, ни стопшота. Там нет нихуя, даже нет сурпласа. Там только пвешные перки. На ней есть сабсистанс, и это прикольно, на спешили. Но если у нас не будет какого-то бафа шотгана в пве, отдельно агрессивной рамы, то я не думаю, что комедиан вам понадобится. В пвп комедиан убивает хорошо, но у него нет пвпшных перков, поэтому как-то вот так. То есть в этом сезоне пушки в Найтфоллах у нас скорее дизлайк. Скорее дизлайк. Ритуалочка. Ракета возвышения. Ascendancy. Та же ситуация, что с ракетой Hothead. У этой ракеты хорошая рама, у нее есть стройный трекинг, у нее есть хорошие перки, вроде Impulse Amplifier и возвращенной Explosive Light. Но есть одна проблема. Explosive Light сохранил механику работы, как было на Виндиго, то есть у вас есть 6 зарядов, но Банджи очень сильно порезали урон. И теперь у этого перка буст к урону 15 с копейками процентов. Это столько же, сколько у Warpel Weapon. Вопрос, нафига на ракету выбивать Explosive Light, если у тебя есть ракета с Warpel Weapon? То есть ракета прикольная? Если если у вас нет прям ни одной хорошей ракеты, в чем я сомневаюсь, то ритуалка будет неплохой для старта. Но если у вас есть хорошие ракеты, то ритуалка вам не нужна. К сожалению, ритуалка такая себе. В сезоне охоты у нас была Эдорд, хорошая снайперка. В сезоне избранной у нас был, на мой взгляд, лучший игрник на зачистку мобов, Саведжер залп мародера. И в сезоне сплайсер у нас была фьюжнка, которая стала метой против Атеона. А в этом сезоне заиграет новыми красками, потому что сезонный мод. То есть впервые за весь год ритуалка нас не то чтобы подвела, но не оправдала свои ожидания. Она неплохая, но если у вас есть хорошая ракета свога или сналетов, то поверьте, вам ассенденси не нужна. Экзоты. Итак, в этом сезоне у нас появится лучевая сарисная винтовка, которая пока что не вышла, поэтому про нее я не могу судить. Но у нас зато вышла линейка. Как она? Лоренс Драйвер. В ПВП эта линейка сломана. Банжи додумались ей отрубить ВХ, но это не отменяет того факта, что у нее абсолютно конченый АИМ-ассист, абсолютно конченый регистрация попаданий, а когда вы собираете баф, который повышает урон на 30 секунд, вы можете бодишотить ПВП игрока при любом ресайленсе и можете убить ульту за 2 бодишота. Линейка сломанная в ПВП абсолютно конченая и я с ней поиграл, поиграл прилично, поверьте, она конченая. Но в ПВЕ это, наверное, один из самых лучших экзотов, которые когда-либо делали в Бандже. Это касается и в плане полезности пушки, и в плане дизайна. То есть в ПВЕ эта пушка тупо 10 из 10, но в ПВП она абсолютно конченая, поэтому думаю, рано или поздно еще один нерв у нас будет. Что называется на консоли и на геймпаде мы полтора года ебались с Арбалетом, теперь, скорее всего, столько же будем ебаться с Лоренцем. Так сказать, удачи. По пушкам в целом все. Примечание. Банджи вернули у нас вернули на некоторые пушки Луны и города Грёз Перки старые, они вернули на пушки, которые Банджи зарьюзали в последний раз. Ну, на Луне это, допустим, автомат, в городе Грёз это, допустим, меч. Банджи вернули там полезные перки, старые, да, из-за фидбэка, и из-за этого лунные пушки перестали быть говном. На автомате Банджи вернули переполнение полосу удач, на Греник Банджи вернули филдпреп и фуллкорд, на снайперку Банджи вернули Кобору и Файленклайн. Короче, идите, ребята, фармите Луну в третий раз. Я уже поформил, мне очень, сука, понравилось. Это хорошее изменение и хорошо, что Банджи до этого додумались. Надеюсь, что больше Банджи так делать не будут, потому что, сука, я реально в третий раз фармлю Луну. Это немножко подбешивает. Я полчаса рассказывал про основные фичи сезона, теперь давайте поговорим про Quality of Life изменения. В этом сезоне появился кроссплей, вкратце это заебись. Позже у консольчиков появится возможность видеть чат с ПК, потом появится возможность в этот чат писать. Кроссплей заебись, это очень круто, добавить больше нечего. В этом же сезоне Банджи добавили геймпаду сенсы и больше опции сенсы и уничтожили тягу. Теперь у вас тяга, встроенная за счет настроек. Тоже заебись. Что еще Банджи сделали? В этом сезоне и с примечательством, в этом сезоне Банджи убрали возможность стакать с Банджеры. Это хорошее изменение, потому что в ПВП у нас болезнь зеленки. Но проблема в том, что на консоли мы играем со скевен... Все это время на консоли мы играли с одним скевенджером и с тягой. То есть у нас у большинства игроков не было стака зеленки, да? И то, что Банджи убрали возможность стакать скевенджеры, это проблему зеленки в ПВП не решит. А Банджи говорили, поэтому будем смотреть. То, что в ПВЕ Банджи убили возможность стакать скевенджеры, конечно, это противно, но не так противно, как то, что Банджи повысили стоимость скевенджеров. Вот это однозначный сука дизлайк. Я не понимаю, зачем Банджи это сделали, но уверен на все 100%, что по ходу сезона Банджи это изменение отменят. Повышение стоимости скевенджеров это абсолютный бред, фигня и жопа. Уверен, что Банджи это отменит. Изменения в испытаниях Осириса. Все хорошо, кроме матчмейкинга. Я про это уже говорил на стримах много раз и писал об этом твиттере. Напомню, когда вы закрываете впервые маяк на неделе, у вас врубается подбор по карточке и подбор по, как Банджи написали, по недельному перформансу. Это скиллбейст матчмейкинг. Это полная залупа и хуйня. Объясняю, почему. Если вы закрываете маяк только один раз в неделю, то вам, в принципе, на это будет пофиг. Вы закрыли маяк и пошли чинить. Но если вы собираетесь закрыть маяк более одного раза, вы будете страдать. Почему? Потому что скиллбейст матчмейкинг будет подбирать вашу команду так, чтобы ваши матчи были равны по скилу соперника. И чтобы закрыть маяк, вам нужно сделать 7-0. Без поражений. 7-0. У вас каждый матч будет 50 на 50. Шансы победы. В ПВП всегда есть игроки, которые играют лучше вас и всегда есть игроки, которые играют хуже вас. Из-за скиллбейст матчмейкинга, даже если вы играете плохо и вы рады этому изменению, поверьте, вы этому изменению, если вы собирались закрывать маяки по ходу той недели в более одного раза, этому изменению вы должны быть не рады. Потому что у вас каждый матч будет ебаная рулетка. Это очень хуевое изменение, которое идет вразрез с тем, что теперь каждый игрок может сделать 7 побед на билете. Это очень тупое решение и надеюсь, что банжи поймут, что это полная залупа. Я от этого изменения не в восторге. Но все остальное заебись. Фокусировка адептовых пушек заебись, смерть токенов и изменение репутации Сэнта заебись, но скиллбейс матчмейкинг это полная параша. Ребаланс веток света и тьмы. Очень хорошо. У нас заиграли некоторые ветки света, вроде нижнего донблейда, арк страйдера, но варп снова вернулся. Короче, ребаланс очень хороший. Банджи бафнули немножко сарисного Титана, который заиграл в ПВЕ, почти заиграл в ПВЕ, но Банджи, пора порезать шаттердайв Хантера. Шаттердайв до сих пор сломанный, конченный в ПВП и с ним нужно что-то делать. Он до сих пор ваншотит суперспособности некоторые, он до сих пор гасит трех игроков как нифиг делать. В общем, шаттердайв Хантера все еще сломан. Его нужно как-то фиксить. Теперь про нерв шишек и про стихийные колодцы. В этом сезоне Банджи сделали то, что было ожидаемо еще давно. Банджи порезали шишки. Насколько сильно Банджи порезали шишки? Они их порезали так, что теперь в этот гейм контент шишки лучше не брать. Им порезали урон, им порезали радиус действия и увеличили также стоимость шишек. Это было ожидаемо. Шишки очень долгое время были им бой в ПВЕ. Шишки вытаскивали многие команды в Градмастерах, теперь их нет. Но параллельно Банджи бафнули пару модов у стихийных колодцев. И здесь мы больше говорим про баф мода Фонт оф Майт. Теперь этот мод дает буст к урону пушек на 25%. Раньше было по-моему 10 или 15. И вот этот баф стакается с зарядом света. Это очень крутой баф, который делает стихийные колодцы не тем говном, что они были раньше. Да, раньше можно было придумать интересные билды с шишками, ой, не с шишками, а с колодцами, но в этом сезоне колодцы заиграли новыми красками. И это учитывая то, что у нас появятся новые моды на эти самые колодцы. И один мод, про который я скажу, это стадисный мод за 2 единицы на колодец, который делает так, что кристаллы стазиса, вернее, осколки стазиса, для вас считаются колодцем. осколки это фигни, которые вам откапливают милишку. У хантера, титана и варлока есть аспекты, которые при ломании кристаллов создают осколки. И вот эти осколки будут считаться колодцем. А в этом сезоне у нас вышел перк хэдстоун. Когда вы убиваете врага, в голову, вы создаете кристалл стазиса. Вы создали этот кристалл стазиса, вы его сломали и получили колодец. Крутяк. Теперь минусы сезона. Наконец-то дошел до этого пункта. Первый минус. Он будет длиться 6 сука месяцев. Будет тяжело. И даже учитывая то, что у нас в декабре будет набор контента к 30-летию Банджи, это возвращение Галахорна, это данж, хуё-майо. 6 месяцев это долго, это тяжко. Будем терпеть. Много багов на релизе сезона. Много багов. Очевидно, что Банджи сейчас занимаются Witch Queen, но багов реально очень много, поэтому да. Не сказать, что я большой фанат таймгейта сезонного вендора в этом сезоне, в основном из-за модификаторов. Банджи вернули систему сезона избранной, где вы могли прокачивать вендора только с помощью сезонных испытаний, челленджей. Сплайсере была самая лучшая система. Ты тупо сидишь и дрочишь злом жопы, пока у тебя не пойдет кровь из ушей. В этом сезоне у нас снова таймгейт. Мне в целом пофиг на улучшение вендора, но вот тот факт, что я не могу купить себе все новые сезонные моды, он меня подбешивает. Дропы в Найтфоллах. Качество пужек я уже сказал, оно не очень. И самый главный минус в этом сезоне у нас по два дропа в одном Найтфолле. Что называется удача ребята выбить желаемый ролл на какую-либо пушку. Если у нас грандмастере не будут гарантированные дропы хотя бы одной пушки за платину, это будет жопа. По поводу астральной синхронизации. Она кажется душноватой, но это скорее всего из-за того, продолжительный активность на шесть человек. Взлом жопы был близок, но не настолько. В целом по минусам это все. Все. В итоге, что по поводу сезона. Пока что сезон неплохой, но не могу сказать, что он лучше, чем сезон сплайсер или сезон избранный. По качеству пушек 100%. Экзоты в этом сезоне вот уже один экзот лучше, чем то, что было в том сезоне. Но в этом сезоне банджи баф 0 векс, поэтому это как посмотреть. Сюжет и нарратив мы будем смотреть, будем ждать, пока он появится. Броня офигенная, моды артефакта офигенные, кроме антибарьерок, валюта сезонной тени военграмы заебись, кроссплей, балдеж. В целом сезон неплохой, но нужно посмотреть на то, что выйдет дальше. Пока что в целом неплохо, но не лучше, чем то, что было в сезоне избранной или в сезоне сплейсер. Пока. Субтитры Субтитры Продолжение следует...